Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан. Итак, недельный раздел Торы называется Мишпатайм, Мишпатим, то есть, что значит законы. Это 18-й раздел Торы, 6-й раздел книги Шимот, книги Исход. Раздел у нас он по первому значимому слову текста, Мишпатим, и вот законы. И задержат стихи с 21-й главы 1 по 24-ю главу 18-й стих. Итак, смотрите, после откровения на горе Синай, Бог заповедует народу Израиля серию определенных законов. То есть, помните эту историю, Израиль приходит к пустыне, Бог говорит остановиться возле горы Синай, и что там происходит? Мы видим, Бог говорит, что если вы будете исполнять определенные действия, вы будете моим народом, народом священников. Помните. И потом Моисей спускается к народу, и что-то происходит. Интересно, что, но я буду говорить не об этом. Я хочу зачитать вам вот такое. Я думаю, вам оно понравится очень. Итак. Он благословит хлеб твой и воду твою, и устраню я болезнь и среды твоей. Не будет лишившихся детей, бесплодной в стране твоей. Число дней твоей жизни я сделаю полным. Я нашлю ужас на всех, кто перед тобой окажется, и в смятение приведу всякий народ, которому ты направишься, и поверну тебе всех врагов твоих спиною. И пошлю шершней перед тобою, и они проходят от тебя хивеев и канонеев и хетов. Классно? Нравится? Мне тоже нравится. Смотрите. Благословит хлеб, воду, устранит болезни, не будет лишившихся детей. Нравится? Мне нравится. Я не знаю, как вам. Мне очень нравится. Но очень часто мы читаем вот такие места Писания, и забывая, что вверху стоит немножко, еще что-то стоит. А вверху стоит очень интересным. Он говорит так. Когда я веду тебя в землю, 24 стих, то не поклоняйся богам их, не служи им, не подражай делам тех, кто служит, а разруши идолов их и сокруши камни, на которых приносят жертвы. И он говорит дальше. И служите Богу всесильному вашему. И тогда начинается то, что нам нравится. Он благословит хлеб, он благословит воду. Очень хорошо. Нравится? Мне тоже нравится. Смотрите. После этого происходит что? Народ говорит, что? Да, мы согласны. Мы согласны, Господь. Мы очень согласны. Нам нравится это. Приносится жертва, закон, завет, проливается кровь, окропляет народ, и вот завет. Но запомните, это происходит еще перед тем, как Моисей поднимается второй раз на гору, на 40 дней. Народ просто в восторге. Он берет кого? Бог говорит. Войди Богу. А Маше сказал он, то есть Бог сказал Маше. Взойдя к Богу, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израиля, и поклонитесь издали. Пусть подойдет Маше один к Богу, а они пусть не подходят, народ не восходит к ним. И пришел Маше и пересказал народу все слова Бога, все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Бог, исполним. Очень хорошо. Смотрите, я еще раз хочу сказать, мы не разбираем, как бы, по-главному, потому что там очень много интересных моментов, которые мы могли бы раскрыть. Мало времени. Поэтому это мой комментарий, и что-то, то, что мне Бог дал, я пытаюсь вам рассказать. Что мы видим? Мы видим народ, который действительно переживает определенные серьезные духовные переживания. Он соглашается с Богом, он заключает завет с Богом, и Бог говорит, возьми определенных людей и взойди на гору. Взойди, поднимись ко мне. И что происходит? И народ, и мы читаем дальше. С 9 стиха 24 главы. «И взошел Моше, и Аарон, Надав, и Авиуд, и семьдесят старейшин Израиля, поднялись на гору, и увидели они всесильного Бога Израиля, а под ногами его нечто подобное кирпичу и цепфира, прозрачного, как небесная высь. И на избранников сынов Израиля не простер он руки своей, и видели они всесильного, и ели, и пили». Представьте себе картину. Представляете? Представляете, какое великое сверхъестественное переживание Бога. Бог говорит, поднимитесь ко мне. И они поднялись, они его увидели. Что они делали? Ели и пили. О чем это говорит? Это говорит, что это было не мгновенно. Они поднялись и убежали. То есть они поднялись. Прошло какое-то время. Что-то происходило. И знаете, это мне напомнило одно место из Бритхадаша. «По прошествии дней шести взял Ешуа, Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просеяло лицо его, как солнце, и одежды его сделали белыми, как свет. И вот явились им Маше, Илья, с ним беседующие. При всем Петр, то есть Кифа, сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кучи. То есть будет сукот у нас. Тебе одну, Маше одну и Ильи. Похоже? И там, и там происходит сверхъестественное переживание Бога. И там, и там происходит что-то, то, что меняет сознание людей. Они поднимаются, потому что дальше они услышали глаз. «Сей Сын мой возлюбленный, что Он говорит, делайте». Помните? Мы видим сверхъестественное преображение. Мы видим вот это Богоявление людям. Хотим мы этого переживать? Ну, я понял, что на этот вопрос каждый ответит сам. И вот смотрите, что мы видим. Когда мы поднимаемся в присутствие Божье, в такое великое, чудесное переживание, нам не хочется оттуда выходить. Давайте построим три кущи. И будем там жить. А Бог будет рядом. Илья будет рядом. Будем есть, будем пить. Понимаете саму идею, к чему я сейчас подвожу? Как часто мы поднимаемся на гору, когда Бог призывает нас, и нам так хорошо. А внизу люди, которые не поднялись с нами. Внизу люди, которые остались внизу, они смотрят. И иногда мы сидим и заметим, что в этом списке нет Иисуса Навина. Вы заметили? А теперь давайте мы посмотрим дальше. Мы посмотрим, что произошло дальше. Помните историю Надава и Авиуда? Сыновей Аарона. Что с ними произошло? Они сгорели. Они вошли с чуждым огнем и сгорели. Почему? И вы знаете, мне кажется, что иногда в жизни наших, ну, нас, каждого из нас, ну, не знаю, в моей жизни точно, происходят такие моменты. Мы поднимаемся на гору и улетаем. Мы забываем, что мы еще живем здесь на земле. Да, вечность впереди. Нам открыты небеса. Да, Бог дал нам определенные всевозможные благословения. Но мы забываем, что внизу есть люди. Мы забываем, что есть те, о которых Ешуа говорил. Помните, он говорит, и придете ко мне и скажете, Господи, Господи, не Твоим именем мы и то делали, и вот это делали, и вот это. Вроде бы хорошо. А он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Почему? Господи. Ну, вроде бы все делали. Славили, бесов изгоняли, болезни исцеляли, совершали великие чудеса и знамения. А он говорит просто, был голоден, не накормили. Был раздет, не одели. Может, это не четкая цитата, но идея такая. Был в тюрьме, не посетили. Ого. А он говорит, Господи, когда мы Тебя видели в тюрьме-то? Когда мы видели Тебя раздетым? Когда мы Тебя видели голодным? Что он нам отвечает? Что вы сделали для братьев моих меньших, то вы сделали для меня. Иногда мы поднимаемся на гору, и действительно Бог призывает нас. Иногда мы, часто мы поднимаемся в духе, мы улетаем, и мы забываем, что на самом-то деле вечность впереди, и мы не можем делить эту вечность и настоящее. От нашего настоящего зависит наша вечность. Иногда мы начинаем хорошо, а заканчиваем как? Плохо. Посмотрите, на Давиа Виут Бог призывает их. И что происходит дальше? Иисуса Навина там нет, но Иисус Навин входит в землю обетованную. Иногда в зале сидят люди, которые, может быть, не стоят здесь, но кто-то из вас войдет в землю обетованную, и ведь будет вести за собой народ. Понимаете меня? И мы видим дальше, почему и Ребе Шауль, апостол Павел, говорит о том, что у него было жало воплоти. Помните это знаменитое место, 2 Коринфянам, 12 глава, 7-9 стих. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангелу сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Мессии. Вот так вот. Понимаете? Бог дает нам какие-то дары, Бог дает нам сверхъестественные переживания, не для того, чтобы мы поднимались и забывали. Он говорит, взойди на гору и спустись вниз, и веди народ мой. Мы призваны к тому, чтобы вести народ. Мы не всегда соответствуем этому образу, ну, во всяком случае я. Мы не всегда являемся проводниками Божьей милости, потому что порою, знаете, хочется, ну, не то, что хочется. Мы забываем иногда об этом. Я недавно разговаривал с одним, ну, как бы имел общение с некоторыми людьми, и, знаете, я говорил, что Ишуа, Иисус, Он еврейский Мессия. А мне говорят, нет-нет, Он Мессия всех. Я говорю, нет, извините, вы немножко ошибаетесь. Он Мессия Израиля, потому что никому из других народов Он не был обитован, только Израилю. Но Он является спасителем всего человечества. Он является искупителем всего человечества. Но существует момент, который надо помнить. Надо помнить, что вы призваны в Его чудный свет по милости. Вы не заслужили этого. Он так вас возлюбил, что даже когда не заслуживаете, вы приняты. Это милость. И надо быть благодарными. То же самое касательно Израиля. Израиль, что мог получить, не получил. Почему? Потому что пришло ожесточение. Но ожесточение до времени. Да? Покуда не войдет, что? Ну, у нас написано полное число. Полнота Божья на самом деле. Полнота Божья в народы. Полнота Божьей милости, благодати. Полнота Слова Божьего. И тогда весь Израиль спасется. Почему? Потому что народы, которые получат эту полноту, не смогут пройти мимо брата Израиля. И они понесут эту благую весть в силе Руаха Кодыша, в силе Святого Духа. И сегодня мы, как община, мы являемся пророческим свидетельством исполнения Божьего Слова. Мы те, кого Бог призвал, чтобы мы благовествовали Израилю, чтобы мы благосоветствовали другим народам. Но наша определенная цель – это Израиль. Бог поднял нас на гору для того, чтобы, получив это откровение, мы спустились вниз, чтобы мы открывали свои уста. Помните, как уверуют, если не услышат, а как услышат, если не будут посланные. И вот это мы. Мы, каждый из нас. И для этого нам не нужно подниматься на сцену или на Тору, на Биму, провозглашать слова Торы здесь. Для этого нам нужно просто видеть рядом тех, кто нуждается, и говорить им слова жизни, слова живого Бога. И это важно. Это важно, потому что вспомните, что стало с Надавом и Авиудом. Вспомните, что не начало, а завершение. Не начало, потому что начало может быть классным, а завершение будет очень грустным. Поэтому давайте не будем грустить, не будем приносить нашему Господу вот это огорчение, а будем радовать его. Вот такое размышление, такие мысли. Спасибо вам большое. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok